Юристы Харви Вайнштейна уже готовят обжалование. Не успел прозвучать вердикт присяжных, команда его адвокатов провела консультации с апелляционными экспертами. Артур Айдала, один из защитников, сидел рядом с обвиняемым Вайнштейном, когда оглашали коллегиальное постановление. Мистер Вайнштейн очень разочарован вердиктом, шокирован. Повторял, я не виновен, я не виновен, я не виновен. Следующий шаг для нас – обратиться в апелляционный суд и попытаться, чтобы его выпустили под залог в ожидании апелляции. И после этого, даст Бог, мы вернем его домой. По самому главному пункту обвинения – сексуальные посягательства. По нему Вайнштейну грозило пожизненное заключение. Он оправдан. Однако бывший киномагнат признан виновным в изнасиловании третьей степени и преступных действиях сексуального характера первой степени. Я горжусь теми, кого я представляла в суде. Три смелых женщины. Благодаря их мужеству правосудие свершилось, справедливость восторжествовала. Адвокат Глория Олред представляла в суде Мими Хейли, бывшую помощницу Вайнштейна, чьи обвинения вместе с обвинениями бывшей актрисы Джесси Кимман легли в основу судебного процесса и еще двоих женщин, которые выступали на процессе в качестве свидетелей. Это начало того, чего мы добивались. Изменений, над которыми еще предстоит работать. Мы добились того, что влиятельный человек наказан. Амбра Гутьерес тоже давала свидетельские показания. Между тем, она обратилась в полицию Нью-Йорка еще в 2015 году. Модель уверяла, что во время деловой встречи Вайнштейн вел себя возмутительно. Но несмотря на сделанную затем тайно-аудиозапись, которая подтверждала сексуальные домогательства со стороны могущественного в то время продюсера, полиция хода делу не дала. Вы довольны вердиктом? Без комментариев. Сейчас никаких комментариев. Обсуждение вердикта заняло почти 27 часов. Бернард Коди, человек, который руководил ходом заседания присяжных на протяжении семи недель, вне камеры сказал, что процесс шел очень нервно и тяжело. То же самое говорят и прокуроры. Это был очень сложный случай. Он изменил наше понимание о том, что такое сексуальное насилие, где оно может произойти. Разрушены мифы, которые были частью уголовного правосудия в течение долгого времени. Процесс над Харви Вайнштейном – второе резонансное дело о насилии со стороны влиятельных мужчин. Два года назад по похожим обвинениям суд в штате Пенсильвании отправил в тюрьму комедийного актера Билла Косби. В сексуальном насилии его обвиняли и более 60 женщин. Список бывшего властелина Голливуда почти в два раза больше. Вынесение окончательного приговора бывший киномагнат Харви Вайнштейн будет ждать в одном из самых строгих пенитенциарных учреждений США – Райкерс-Айленд, под личным номером 0658-1138-Z. Несмотря на то, что Харви Вайнштейн оправдан по трём из пяти пунктов обвинения за преступные действия сексуального характера первой степени, ему грозит до 25 лет лишения свободы. Интрига сохраняется до 11 марта, когда Харви Вайнштейну будет объявлен окончательный приговор. Нина Вишнева, Майкл Экклс, Настоящее время Америка, Нью-Йорк.